В 2013 году весь мир облетела новость о смерти бывшего президента ЮАР Нельсона Манделлы. Политический деятель и лауреат Нобелевской премии скончался в возрасте 95 лет, и его смерть не должна была вызвать какой-то резонанс. Но одновременно очень много людей по всей планете стали высказывать недоумения. Они были уверены, что Манделла умер еще в 80-х в южноафриканской тюрьме. Люди были убеждены, что видели газетные заголовки и новостные репортажи об этом событии. После этого любое ложное коллективное воспоминание начали называть эффектом Манделлы. Примеров таких заблуждений огромное множество, но начали они всплывать сравнительно недавно. А если быть точнее, начиная с 2000 года. По крайней мере, так утверждают сторонники теории сайдинг-мода. По их мнению, в начале нового тысячелетия наша реальность была заменена на симуляцию. Большинство людей этого попросту не замечает, но некоторые способны обнаруживать несостыковки, из-за которых и возникает эффект Манделлы. Какие еще существуют признаки того, что мы живем в симуляции? Как с этим связан коронавирус? Почему стоит опасаться следов самолетов в небе? Причем тут слишком быстро остывающий чай. И правда ли, что скоро иллюзии придет конец? Привет, меня зовут Ти, и я обожаю собирать жуткие истории, городские легенды и мистические теории. Я приглашаю тебя прогуляться в мрачные закоулки, туда, где ткань реальности особо тонка, и через нее можно заглянуть прямо в бездну. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал прямо сейчас и поставь колокольчик. Так тебе точно придет напоминание. Смело следуй за мной, но помни одно правило. Не оборачивайся. Хочу поблагодарить всех своих подписчиков, и старых, и новых. Нас уже 30 тысяч. В масштабах ютуба цифра, конечно, не самая большая, но зато стабильно растущая. Рассказывай обо мне своим друзьям и делай репосты в другие социальные сети, если хочешь меня поддержать. А я буду продолжать делать интересные мистические истории, такие, как, например, сегодняшняя. Теория сайдинг-мода возникла на российских имидж-бордах. Она, как это часто бывает, пересекается со многими другими конспирологическими теориями, объединяя в одну концепцию все странное и неопознанное. Здесь и опыты ЦРУ, и плоская земля, и химтрейлы, и многое другое. То, что я сейчас расскажу, порою напоминает параноидальный бред. Но это не мои рассуждения, а измышления интернет-пользователей. Естественно, здесь не обошлось и без квантовой физики. Помнишь, как в 2008 году запускался большой андронный коллайдер, и все переживали, что из-за этого может произойти что-то невероятно ужасное? Возникнет черная дыра, вселенная схлопнется или откроется портал в ад. На самом деле, первый андронный коллайдер запустили еще в 1971 году в Швейцарии. И, судя по всему, в ходе экспериментов что-то тогда пошло не так. Ученые, воздействуя на элементарные частицы, не учли, что на уровне микромира все работает как единый организм. Каким-то образом они сломали Вселенную. Законы физики начали постепенно изменяться. Но эксперименты не остановились. Военные продолжили вкачивать деньги в эти разработки. Параллельно с этим в США происходит прорыв в проекте МК Ультра. Я уже делал выпуск на эту тему. Посмотри, если не видел. Там ЦРУ проводило исследование воздействия ЛСД на сознание человека. Что интересно, эксперименты продвигались не особо удачно, пока не произошел тот самый слом. Это объясняется тем, что мозг человека, по сути, является квантовым компьютером. И если искажены правила Вселенной, то и работа мозга меняется. Каким-то образом это дало возможность реально управлять людьми и влиять на массы. Другая конспирологическая теория, которая сюда вплетается, это теория плоской Земли. Ее сторонники считают, что вся космическая программа и снимки из космоса – это фальсификация. Они постоянно приводят доказательства фотомонтажа и несостыковок в официальных данных о Солнечной системе. Люди, которые верят в сайдинг-мод, солидарны в этом с плоскоземельцами. С одной лишь разницей – что все это делается для того, чтобы скрыть изменения законов физики, а не то, что Земля плоская. Со временем ЦРУ и мировое правительство пришли к выводу, что из-за экспериментов с частицами появляется все больше пространственно-временных разломов, которые уже невозможно контролировать. Миру грозил апокалипсис. Было принято решение создать сайдинг-мод, некую симуляцию, в которой мы могли бы существовать после конца света. Для широких масс резко становится доступен интернет, которым раньше пользовались в основном военные. Используются наработки МК-Ультра. Через самолеты начинают распространять вещества, контролирующие сознание. Это еще одна городская легенда про химтрейлы – следы, которые остаются в небе после самолетов. Одновременно с этим начинают выращивать клонов, вырастающих на гормонах до взрослых людей всего лишь за три года. Выглядит они на 18 лет, но у них неестественно детские лица и восприятие, как у трехлетнего ребенка, очень упрощенное, слабо развит эмоциональный интеллект. Хотя они очень умные, можно даже сказать, вундеркинды. Из-за быстрого роста их тела отличаются особой хрупкостью и гибкостью. В интернете есть множество фотографий, как эти дети-мутанты изгибают ноги, будто кузнечики. Клоны нужны, чтобы скрыть сокращение населения. Этим же занимаются СМИ, многократно завышая количество людей на нашей планете. Верующие в сайдинг-мод утверждают, что график роста населения, растущего и убывающего по линейным зависимостям, не может быть логарифмическим. Да и если пересчитывать города по жилым домам, цифра выходит ниже. Так где же все эти люди? Чем они занимаются? Что они едят? Торговый флот мира не превышает 20 тысяч кораблей, самолетов примерно столько же. Экспорт и импорт товаров также не тянет цифру в почти 8 миллиардов. Соцсети тоже существуют не просто так. Они не только навязывают пользователям нужную точку зрения, но и создают картинку благополучного мира с красивыми людьми. Заметь, даже те из них, кто правда существует, в жизни выглядят совершенно иначе. Таким образом происходит программирование реальности. За пределами симуляции разрушенный мир, и возможно, он вообще другой. Иллюзия создается в надежде оттянуть время и придумать решение проблемы, откатить все назад и залатать дыру во Вселенной. Но иллюзия рушится. Пример тому — коронавирус. Его пришлось придумать для того, чтобы ограничить перемещение, потому что симуляция перестала справляться. Те пустые города, которые мы видели во время локдауна, и есть истинное положение вещей. Именно настолько они заселены на самом деле. Этим же объясняется, почему вирус затронул в большей степени старшее поколение. Необходимо было избавиться от стариков, которые еще хорошо помнили мир до сайтинг-мода. Например, те, кто постарше, замечают, что вода поменяла свою температуру. Если ты жил в сознательном возрасте до 2000 года, то помнишь, что кипяток раньше ощущался горячее. Это назвали синдромом остывшего чая. Раньше чай остывал очень долго, свежезаваренный было невозможно пить, и почти в каждой квартире стояли кувшины с прохладной водой для разбавления. А сейчас он остывает за 5 минут, да и кувшины куда-то подевались. Также утверждается, что солнце стало более тусклым. Все помнят другой цвет, более желтый, помнят, что солнце было не таким белым и обжигающим глаз. То же самое про цвета облаков, луны и много еще каких вещей. Изменился климат, зимы стали теплые и бесснежные, а лето, либо очень жаркое, либо совсем холодное. Все перемешалось, сплелось во всех частях планеты. А эффект Манделлы, это отголоски прошлого и сбои в структуре. Например, многие уверены, что у человечка из Монополии был монокль, или у Пикачу был черный хвост, или фраза «Люк, я твой отец» действительно произносилась в пятом эпизоде «Звездных войн». Но на самом деле ничего из этого не было, по крайней мере, в нашей версии реальности или в симуляции, в которую нас поместили. По этой же причине возникает эффект дежавю. И большой андронный коллайдер в 2008 году был построен вовсе не для изучения частиц, а для того, чтобы понять, в чем была допущена ошибка и как все вернуть обратно. Если это все действительно так, то, кажется, у ученых осталось не так уж много времени. Мы уже можем наблюдать тектонические сдвиги, которые происходят сейчас в мире. Меняются расстановки сил, теряются статусы КВО. Можно, конечно, верить, что эта вселенная сошла с ума, и кто-то должен прийти и починить ее. Но мне все же кажется, что разумнее полагаться на собственные силы и умение адаптироваться к новым обстоятельствам. Неважно, есть ли за этой системой какой-то архитектор, или это лишь хаотичный вихрь. А если ты любишь так же, как я, находить тайны и разгадывать загадки, то наверняка ты заметил, что в этом выпуске я оставил несколько пасхалок. Найди ключ и отгадай, что я зашифровал. Свои мысли и, конечно же, найденную разгадку пиши в комментарии. Победителя я назову в следующих выпусках. Удачи и, главное, помни, не оборачивайся. Хочешь больше мистических историй, тогда подписывайся на мой канал и ставь лайк этому видео. Расскажи в комментариях, какие сбои в симуляции ты встречал в своей жизни. Это был Ти. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok